Сегодня трагический день. 20 лет назад террористы определенной национальности напали на школу номер один города Беслана, захватили 1100 заложников, мочили их три дня, уничтожили 334 человека, из которых 186 человек – это дети. Это трагическая история, потрясла весь мир, потрясла всю страну. Я написал материал по этому поводу, хроника бесланского мученичества. Вскоре после этого появился Акафист, есть икона. Многие почитают, только не наша русская православная церковь, погибших мучениками, христианскими мучениками. Есть фотографии, доказывающие это, помните, в кровавой ручке детский крестик нательный, окровавленный. Я никогда этот снимок не забуду. И так далее, и так далее, и так далее. Гибель силовиков, гибель людей, которые спасали детей своих и чужих. В общем, это смотреть без слез невозможно. И вот 20 лет пролетели, как быстро летит время. Президент заранее приехал, встал на колени. В городе Ангелов. Я там был два раза, в школе был. Это, конечно, совершенно необъяснимое место трагедии, где кровь мучеников пролилась. Вот. Конечно, очень много вопросов к следствию осталось. И вот на встрече с президентом, матери Беслана, общественная организация, предъявила президенту претензии, что не все еще ясно, открыто, рассекречено по делу. Дело это, как я понял, засекречено. И мы не узнаем еще правды полные, доскональные до конца. Хотя и фильмы сняты, документальные, и в Ютубе можно посмотреть. Но мне бы, например, очень хотелось бы узнать имена и фамилии людей, которые за деньги пропустили этих террористов. ППСники эти, кто стоял на границе. Вот. Всех-всех-всех этих людей пофамильно, поименно, чтобы мы их знали, этих предателей, которые пропустили эту свору, которая двигалась с Ингушетии, соседней республики, в сторону города Беслан. Ну и многие другие вопросы возникают по поводу всех событий. Вот. Светлая память о погибшем. Скорблю вместе с Осетией. Я здесь нахожусь как раз, во Владикавказе. Вот. Держитесь, матери, отцы, кто потерял детей, целые семьи ушли, мы знаем, мужчины, женщины. Не забудем, не простим. На земле, по крайней мере, это точно. Вот. Президент был в 2008 году в ранге премьер-министра в Осетии, в Беслане. И вот спустя 12 лет он посетил, 16 лет он посетил Беслан. И мы все эти кадры видели, и спасибо ему за это. В этом году, в юбилейном, по всем телеграм-каналам, и видео было, и эти самые сообщения. Такого не было в прошлом году, и в позапрошлом не было. Ну, а тут президент приехал, юбилейный трагический год, 20 лет. Поэтому, хоть так, но не забывает в мире, и в России, и в других странах, что надо школы защищать, оберегать. Нужна хорошая охрана. Мы уже видели нападения, расстрелы в школах. И в Крыму, в Керчи, и в Казани, в Татарстане, и в других местах. Школы остаются уязвимыми, к сожалению. А теперь еще и от обстрелов, от дронов. Поэтому линейки в этом году торжественные были в помещениях, в актовых залах, в спортзалах, не на улице. Вот такие будни у нас и на Украине, и у нас будни вот такие, суровые. Вихри враждебные веют над нами. Значит, будем помнить, будем молиться. Кто не читал мою статью, почитайте. Ссылки я прикреплю. Прикреплю видео, которое я записывал. Оно более острое, более эмоциональное. По-моему, прошло годнее, или в 22-м году, или в 23-м я записывал. Обязательно прикреплю. Посмотрите. А сегодня был просто информационный повод. Первое число сегодня на понедельник выпало. А, значит, третье число, день развязки трагической, выпадет на вторник. Это плохо. Значит, история может повториться снова, снова и снова. Такой вот мой ответ. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте, кто где эту новость встретил, как вы ее пережили. Жду на приеме, телефон указан под видео, и жду донаты. Идем дальше. Продолжение следует...